Часть пятая. Войдя к себе, я, не зажигая свечи, сел на диван и застыл, оцепенел в том страшном и дивном, что так внезапно и нежданно совершилось в моей жизни. Я сидел, потеряв всякое представление о месте и времени. Комната и сад уже потонули в темноте от туч, в саду за открытыми окнами все шумело, трепетало, и меня все чаще и ярче озаряло быстрым и в ту же секунду исчезающим зелено-голубым пламенем. Быстрота и сила этого безгромного света все увеличивалось, потом комната озарилась вдруг до неправдоподобной видимости, на меня понесло свежим ветром, и таким шумом сада точно его охватил ужас. Вот она, загорается земля и небо. Я вскочил с трудом, затворил одно за другим окна, ловя их рамы, преодолевая трепавший меня ветер, и на цыпочках побежал по темным коридорам в столовую. Мне, казалось бы, было в тот час недораскрытых окон в столовой и гостиной, где буря могла перебить стекла, но я все-таки побежал, и даже с большой озабоченностью. Все окна в столовой и гостиной оказались закрыты. Я увидал это при том зелено-голубом озарении, в цвете яркости которого было поистине что-то неземное, сразу раскрывавшиеся всюду, точно быстрые глаза, и делавшие огромными и видимыми до последнего переплета все оконные рамы, а затем тотчас же затоплявшиеся густым мраком, на секунду оставлявшие в ослепшем зрении след чего-то жестяного красного. Когда же я быстро, точно боясь, не случилось ли чего там без меня, вошел в свою комнату и с темноты послышал сосердитый шепот. «Где ты был? Мне страшно. Зажги скорее огонь!» Я чиркнул спичкой, увидел сидевшую на диване Соню в одной ночной рубашке в туфлях на босу ногу. «Нет-нет, не надо!» — поспешно сказала она. «Иди скорее ко мне, обними меня, я боюсь!» Я покорно сел и обнял ее за холодные плечи. Она зашептала. «Ну, поцелуй же меня, поцелуй, возьми совсем, я целую неделю не была с тобой!» И с силой откинула меня и себя на подушке дивана. В ту же минуту на пороге растворенной двери метнулась Натали в своей распашонке со свечой в руке. Она сразу увидала нас, но все-таки бессознательно крикнула «Соня, где ты? Я страшно боюсь!» И тотчас исчезла. Соня кинулась вслед за ней.